Приветствую, друзья! Я Виталий Портников. В Литве говорят о настоящей гибридной агрессии белорусского президента Александра Лукашенко против Литовской Республики. Агрессии, которая связана с миграционной бомбой, задействованной Александром Лукашенко на границе между Белоруссией и Литвой. Уже сейчас речь идет о самом настоящем кризисе. Призывают к отставке министра внутренних дел Литовской Республики, который не может с этим кризисом справиться. Литва старается завернуть тех мигрантов, которых Беларусь пытается переправить через границу с Европейским Союзом. В Красном Кресте выражают серьезную обеспокоенность в связи с такими действиями литовского правительства. Говорят уже о первых жертах. То есть это самая настоящая драма. И не первая драма в истории отношений авторитарных режимов с цивилизованным миром. Если вспомнить, первым, кто открыл возможность задействования миграционных бомб для противостояния от остальному миру, был президент Российской Федерации Владимир Путин. Вот вспомним о договоренностях Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Америки Бараком Обамой по Сирии. Тогда много говорилось о том, что российская сторона хочет урегулировать ситуацию в Сирии, что Россия будет гарантировать неприменение сирийским режимом химического оружия против представителей оппозиции, которые тогда вели бои с войсками режима Асада. Все это оказалось ложью. Но самое главное для Путина было дестабилизировать ситуацию в Сирийской Арабской Республике на фоне настоящей гражданской войны, которая начиналась между повстанцами и представителями правительственных сил. И все задавали вопрос, а для чего, в принципе, Путин это делает? Может быть, для него главная цель это сохранить режим Асада, который, как мы видим, и сейчас контролирует часть сирийской территории и даже благополучно переизбрался в кавычках на пост президента Сирии с огромным разрывом и будет править этой страной ровно столько, сколько его будут поддерживать в Москве и в Тегеране. Но самое главное, что происходит в результате такой вот дестабилизации ситуации, это огромное количество мигрантов. И мы помним, как дестабилизировал миграционный кризис стран Европейского Союза. По большому счету, взлет правых радикальных партий, которые выступали против европейской идеи, прежде всего связан с миграционным кризисом того времени. Мы помним, как были подорваны позиции федерального канцлера Германии Ангелы Меркели и других трезвомыслящих политиков на фоне того, что люди просто были в ужасе от того, что происходило в связи с наплывом мигрантов. И вот только сейчас, только сейчас Европейский Союз начинает выбираться из того политического кризиса, который, по сути, обусловил настоящее изменение политических сил в странах Европейского Союза, которые приняли на себя вот такой миграционный удар. И, вероятно, Лукашенко об этом хорошо знает и прекрасно понимает, к чему стремился Владимир Путин. Потому что он задействует такое же оружие, только точечно. Поскольку возможности организовать такой миграционный кризис, который организовал Владимир Путин в связи с ситуацией в Сирии у белорусского правителя нет, он организует такую вот гибридную атаку на Литовскую республику. Это вполне в духе Лукашенко с его мелочностью и с его готовностью мстить каждому, кто выступает против его режима и кто поддерживает протесты белорусского народа, против фальсификации итогов последних президентских выборов. Но мы можем вспомнить с вами, сколько было усилий приложено белорусским президентам для того, чтобы запугать участников протестов. И тут ведь тоже речь идет не просто о массовых репрессиях против тех, кто выходил на улицы Минска и других белорусских городов с требованием пересмотреть итоги президентских выборов в Беларуси и провести новые честные выборы. Это были и аресты конкретных людей. Это были и репрессии в изоляторе на Окрестина. Это была и пиратская операция с посадкой самолета ирландской авиационной компании «Рианэйр» для захвата блогера Романа Протасевича, координировавшего телеграм-канал «Некста», который в свою очередь помогал участникам белорусских протестов выяснять, какие будут мероприятия и более эффективно противодействовать белорусскому диктаторскому режиму. Ну и вот теперь мы видим, как арестовывают белорусских спортсменов в Москве и выдают их белорусскому режиму, несмотря на соответствующие решения Европейского суда по правам человека, запрещающего российскому правительству это делать. Теперь мы видим, как запугивают спортсменов прямо на Олимпиаде в Токии, пытаются их депортировать в Беларусь, потому что они позволяют себе критиковать конкретных белорусских чиновников из местного Олимпийского комитета. Ну и почему же в такой ситуации Лукашенко не может хотеть наказать Литву? Именно это он и делает. И тут, конечно, очень многое зависит от трезвости цивилизованного мира. Для того, чтобы он понимал, с какими режимами он сталкивается. Что для Лукашенко и для Путина нет ничего святого, когда речь идет о человеческих жизнях. Ведь мы очень много сейчас говорили о политическом кризисе, о том, как Лукашенко хочет отомстить Литве, о том, как он хочет дестабилизировать ситуацию в стране, которая встала на сторону белорусской оппозиции и даже объявила, что офис Светланы Тихановской в Вильнюсе будет иметь официальный статус. А ведь речь идет просто о людях, о тысячах людей, которых Лукашенко использует как оружие против соседнего государства. Эти люди оказываются в совершенно ужасной, порой безвыходной ситуации, когда пытаются попасть на территорию Литвы из Белоруссии. Их возвращают, а им некуда совершенно возвращаться. Нет никаких условий для их нормального содержания. И это будет продолжаться, пока не удастся каким-то образом урегулировать ситуацию. А урегулированная ситуация, в свою очередь, как считает Лукашенко, должно быть связано с договоренностями с ним. То есть страны, которые не признают его легитимности после последних президентских выборов в Республике Беларусь, считают, что он узурпировал власть, должны все равно с ним разговаривать, если хотят сохранить стабильность на собственных границах. И вот ради этого Лукашенко и использует несчастных людей в качестве собственного оружия. И это самое главное, что различает цивилизованный мир с авторитарными режимами. Это и есть суть действий Лукашенко и Путина. Полное презрение к человеческой жизни. Полное презрение к человеческой свободе. Если можно даже действовать, убивая людей, то тем хуже для этих людей. Нет никаких проблем в силовом решении проблем для авторитарных режимов. А западным правительствам, естественно, приходится действовать как нормальным людям, которые понимают, что такое ценность человеческой жизни. И в этом смысле они, конечно, очень уязвимы для атак авторитарных режимов. Для их готовности использовать любую ситуацию ради того, чтобы продемонстрировать то, что с ними нужно разговаривать и нужно общаться. Запад в начале, после нападения России на Украину, бойкотировал Владимира Путина. Старался не иметь с российским президентом дела. Но в конце концов возобладала идея, что с Путиным нужно поддерживать диалог, иначе будет хуже. И мы видим, что с Путиным разговаривают от президента Соединенных Штатов до европейских лидеров, что сейчас говорить о безоляции российского диктатора не представляется возможным. Вот если Лукашенко будет продолжать так же нагло действовать на своих границах с Европейским Союзом, тогда, конечно же, появится политика, которая будет говорить, что необходимо поддерживать диалоги с Лукашенко, но хотя бы ради того, чтобы защитить нечастных людей, которых он направляет на границу с Литвой, а может завтра направить на границу с Польшей, если ему заблагорассудится. И вот именно эти слабости западного мира Лукашенко и пытается использовать, когда, по сути, использует несчастных людей для того, чтобы они помогли ему вновь стать собеседником западных политиков. Спасибо, друзья. Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на него, подписывайтесь на мои социальные сети и на канал в Патреоне, который помогает нам использовать возможности для развития этих проектов. Спасибо.